я написала тему сегодня у нас арт-терапия мандала чувств будет очень интересная техника тут не просто арт-терапии а именно с психологией связаны я сейчас приготовила циркуль у кого циркуль и нет я предлагаю взять или какую-нибудь тарелочку или какой-нибудь блюдце или что-то еще чтобы нам нарисовать кружок но он нам сразу не понадобится то есть прям не не прям сразу циркуль понадобится но все равно приготовьте также попейте воды потому что мандала чувств предполагает некоторую медитацию погружение в себя и у меня приготовлен для вас кое-какой сюрприз в конце эфира я вам об этом скажу давайте подождем сейчас еще к нам присоединяться никак не могу протестировать когда больше людей приходит 7 часов вечера или 8 часов ну вот посмотрим да не добрый вечер напишите как меня слышно от единички до пятерочки давайте посмотрим как меня слышно как меня видно еще раз повторю для тех кто присоединяется мы сегодня рисуем мандалы чувств очень интересная техника можно карандаш и можно фломастеры можно краски лучше всего краски потому что потому что более трансформационные более интересные чувства и более глубокая работа получается когда мы работаем с красками опять же с красками лучше всего с акварелью фу с гуашей с гуашей или акрилом почему потому что вот сейчас тоже интересно такой вам расскажу секрет секрет арт-терапия когда мы работаем красками именно вот пастозными красками когда можно перекрыть одно другое третье мы работаем с несколькими слоями у нас с несколькими слоями своего подсознания своего внутреннего я потому что если у нас есть какая-то проблема да вот что такое арт-терапии это исцеление творчеством значит если исцеление что то есть у нас чем мы работаем какая-то проблема задача там не знаю что в общем что то что нас не устраивает и волшебство именно арт-терапии красками в том что мы можем вот то что нас не устраивает мы это можем перекрыть перерисовать нарисовать жизнь заново поэтому я я так люблю именно арт-терапию красками и арт-терапии гуашью и акрилом акрилом она даже еще лучше получается потому что когда мы рисуем слой краски слой акрила подсыхает и мы сверху можем рисовать без боязни что у нас к краске смешается получится грязь это тоже очень интересный визуальный эффект который не работает с одной стороны на жар терапии ну испачкались мы ну там перемешалось и ну и что а то что наше подсознание наш внутренний перфекционист он работает на то что ему должно нравиться должен нравиться не только процесс но и результат и вот когда у нас грязь то мало кому нравится но как бы грязь не нравится это вообще отдельная тема для психологии у меня в курсе про полушарное рисование мы там прям рассматриваем отдельным уроком и что за этим лежит когда мы не принимаем грязь и как это в жизни отражается какие вот но наши не знаю наши ограничения назовем это так если мы не принимаем грязь если нам что-то не нравится потому что грязь может быть в разном виде она может не нравится ходить в грязном нам нож не может не нравится что мы видим грязь какую-то да вот так нам может не нравится какие-то бомжи в грубо говоря и о чем это вот это мы ну правда отдельный следом это прям прикольная тема наблюдать за этим когда люди рассказывают что оказывается корни лежат в детстве да и прям большие-большие проблемы могут скрыться если мы не приемлем грязь ну так вот возвращаясь к нашей сегодняшней теме тема арт-терапии чувств мандала чувств о чем мандал мандал вообще такой универсальный предмет и универсальный инструмент для работы с собой своим внутренним я почему потому что с одной стороны вот мы форма круга да это мы ограничиваем вроде как ограничиваем свои чувства мы можем держать их под контролем другой стороны это вот осознание макрокосма микрокосма маму то есть как наши маленькие маленькая жизнь вот она в такой мандаль находится но при этом весь мир да вся планета вся вселенная это тоже есть макрокосма тоже круг здесь идет уже значение символов но об этом более подробно значение символов я буду говорить на курсе напиши энергетическую картину сейчас вот только чуть-чуть и трансформирую какие-то опять же человек это существо общественное он внутри него есть душа есть подсознание есть вот личный мир как и какие-то переживания но человек он и существо социальное вот его личное переживание они непосредственно напрямую контакты как бы связаны с окружающим миром да и что происходит во внешнем мире а то и призывает происходит внутри отражение и контакт взаимодействия и вот мандала это вот этот круг да но бывает и квадрат тоже отдельно тему значение символов мандала позволяет обуздать и проработать конкретно то что происходит внутри нас и наши контакты с внешним миром через рисунок через вот через форму и о чем я сегодня хотела поговорить о том что арт-терапия чувства да вот мы конкретно можем по каждый поисследовать себя к каждый посмотреть на данный момент поработать что ему важно с чем ему важно поработать у меня например очень интересным получалось беседа буквально на полчаса назад может даже чуть меньше сегодня должны были принять закон принять или не принять закон о цифровизации я не помню как он конкретно звучит да то есть у нас посчитает или не посчитает где мы сдаем все данные или нет я понимаю что многие данные у нас уже засвечены сети хотим мы этого или нет потому что через те же госуслуги через я мы там светим данный паспорт и прочее просто если смотреть шире глубже и дальше очень это очень опасная штука на самом деле и даже если там пароли наши попадают не выпадает куда-то в открытый доступ это еще не все здесь гораздо глубже гораздо интереснее в кавычках последствия могут быть когда нас начинает когда нами не только начинают управлять но и за нас начинает решать что мы хотим что что мы не хотим и ну по сути нами манипулируют на таком большом-большом уровне делают из нас каких-то рабов мне это совершенно не нравится и я честно говорю я протестовал я не только подписывал петиции я писала жалобы непосредственно на сайт госдумы и где где выражал свою позицию свою гражданскую позицию но к сожалению а мой голос оказался не услышан и это меня очень сильно расстроило я почувствовал себя беспомощной что вот опять я что-то попыталась сделать на своем маленьком уровне да но как бы я против я понимаю что это не только мое желание многие люди под которым все равно да они не понимают насколько это ну по большому счету страшно вот и соответственно что делать да вот у меня вот такой вот раздрай и я понимаю что мне сейчас нужно успокоиться одной стороны можно провести арт-терапию сказать что вот давайте я сейчас успокоюсь и все будет хорошо но все гораздо глубже во первых да то есть успокоилась что дальше что да когда дальше как я буду с этим жить и дальше что я могу сделать в следующий вопрос что что я могу с этим делать и вот я прям просто конкретную ситуацию рассказывал по сейчас покажу практику как можно проработать и вы каждый просто подумайте о том что вас тревожит у вас сейчас волнует мы вы проработать свое да я проработал свое вы проработать и свое это с помощью вот этой техники с помощью мандала чувств если у вас нет какой-то проблемы какой-то вот остре нам за задачи что вы хотите решить то ничего страшного от этого мандала эта техника тоже подойдет почему потому что мы работаем с помощью через мы работаем обходя наше подсознание да вернее сознание мы обходя наши мысли да то есть нам не обязательно описывать все что происходит с нами внутри мы работаем через краски через тело через через чувства это как раз таки энергетическая работа сейчас я вам эту практику да ну как бы вначале я я немножко поговорю дальше что я хотела еще сказать вот эта техника лучше всего как я уже сказал будет красками почему потому что мы сейчас будем проживать вот свои чувства но я думаю что процессе вам расскажу а сейчас сделаю небольшой анонс и мы перейдем уже к практике я с 15 июня начинаю свой курс который называется напиши энергетическую картину и там как раз таки буду рассказывать буду показывать как работать со своими состояниями как работать как по сути переписать свою жизнь до создавая энергетические картины не обязательно это должны быть какие-то внятные понятно интересная картина здесь важно понимать какой смысл мы вкладываем туда какие чувства и что мы что мы закладываем что мы хотим получить на выходе потому что энергетическая картина эта работа как раз таки про энергии и здесь совершенно не обязательно уметь рисовать совершенно не обязательно там работать на грубо говоря на публику да потому что это ваша лично прежде всего это вот такая глубинная арт-терапия когда вы вытаскиваете что вам не нравится и меняете как я в начале эфира сказала что можно перекрасить да вот и здесь также все что вас не устраивало вы берете переписывайте перекрашивайте перри перри раскрашивайте создаете свой сюжет и на тренинге напиши энергетические картины я буду рассказывать как это делается чтобы это сработало потому что есть определенные алгоритмы есть определенные механизмы механика просто берешь вот по шагам и делаешь и так как у меня есть сертификат преподавателя парового пошарного рисования то есть я вам еще и рассказываю как сделать так чтобы вот эти рисунки были не просто арт-терапевтичные вы там чего-то намалевали чтобы это было красивые картинки и картины и которые вам нравятся да то есть чтобы вам нравился результат это очень важный момент потому что когда нам нравится результат простите а когда нам нравится результат нас энергии запускается больше идет поток энергии то есть мы на уровне сердца открываемся и мы начинаем вот работать им с мозгом и через чувство мы отзывается да вот есть прям фраза отзывается и вот как раз таки энергетическая картина это такая штука которая помогает нам отзываться и помогает нам видеть возможности помогает нам пользоваться этими возможностями то есть получается энергетическая картина это сюжет который поможет нам решить какую-то но почему тут такой формат да наверное формата 4 на самом деле вы сами будете выбирать какого формата рисовать энергетическая картина и опять же это должна быть бумага или холст вы решаете сами важно вот именно получить инструмент инструмент создания написание картин красками да то есть и вам вам нужны будут краски гуашь или акрил и кисточки внутри четыре кисточки достаточно соответственно вы рисуете что вы хотите да сформируете намерение для чего я рисую эту картину я хочу видеть проявленным своей жизни вот это вот это вот это делайте прямо по алгоритму и потом проделать определенной практике это не это не медитации прямо получасовые да сразу скажу потому что в наше насыщенное время во-первых нет возможности сидеть каждый день полчаса в медитации то и час да и намаливать и картиной пространство это первый момент второй момент у нас сейчас вот мы мысль да вот мысли так не думают конкретно чтобы вот сидеть и прям притянуть и но возможности человек сейчас друг по другому человеку думают и устроен поэтому нужно быстренько 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 поэтому вот я дам такие техники которые помогают именно не заморачиваться оп поработали прорисовали быстренько сделали пошли дальше отпустили и пошли дать другую картинку рисовать другую жизнь нам еще чего-то там да подробно о курсе напиши энергетическую картину три недели всего за три недели там 10 уроков не больше получаса вы нарисуете минимум три-четыре картины но зависимости от вашей целеустремленности и в зависимости от вашего количества времени потому что как показывает практика когда пошли в процесс вы включились то еще нарисовали еще 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 и сложно остановиться есть три тарифа с обратной связью без обратной связи и тариф вид на тарифе и поставить одно место по ссылке в шапке профиля там прямо ссылочка энергетические картины можете выбрать можете подробно посмотреть если кому что-то непонятно задавайте вопросы директе отвечу уроки онлайн удобно для вас время будет отдельный вот собчат где мы рассказываем где я отвечаю на вопросы показываю какие-то моменты докручиваю вас именно обратную связь даю ну и конечно по вашим работам тоже даю обратную связь которую вы будете вы выкладывать на отдельной платформе платформе очень важный момент что на отдельной платформе наверное это все записывайтесь потому что последует последняя неделя записи на вид место осталось на вип тариф остался один одно место на вместо с обратной связью 5 5 5 человек могу взять по так группа очень маленькая сразу скажу что очень маленько потому что работаю с каждым потому что работаю с пространством каждого это важный момент и инициирую собственно погружая каждого до раскрывая творческие и энергетические потоки в каждом сейчас мы перейдем к нашей мандале сейчас мы перейдем к практике а если останутся вопросы задавать потом в директ или у нас я думаю что время останется я переключаю на рабочее место мой телефон кто еще не подготовил подготовьте быстренько какой-нибудь плюца карандашики фломастеры или краски что-то и такое повыше сделаем чтобы мне не мешало штатив так уехал вроде видно из чего я начинаю я начинаю с медитации на самом деле у меня все краски все готово что я делаю так как у нас мандала чувств то нам соответственно важно понять да что я чувствую сейчас важно ощутить точнее эти чувства и для этого кто не попил воды попейте воды я тоже сделаю пару глотков закройте глаза сядьте поудобнее сделать и глубокий вдох и еще раз делайте глубокий вдох такой же глубокий выдох и и представьте себя в пространстве белого света ощутите свое тело как физическую оболочку как вот что-то внутри которого есть вы есть ваши чувства и задайте себе вопрос что я чувствую сейчас и попробуйте ощутить именно чувство не мысли что я чувствую что мне плохо что хорошо или там я чувствую что мне надо сделать вот это вот нет это мысли что я чувствую сейчас что чувствует мое тело почувствуйте свои руки что они делают как кожа пальчиков ваших прикасается к вашему телу или стулу где по подушки ваших пальчиков находятся почувствуйте как эти кончики ваших пальцев трогают одежду если они находят находится в акте с одеждой почувствуйте свои ноги почувствуйте как ваши ягодицы сидят на стуле на ступни стоят на полу дышите глубоко чувствуйте свое тело возможно вы даже почувствуете как волосы падают на ваш лоб на затылке на шее почувствуйте это почувствуйте и задайте себе вопрос что мне сейчас важно и почувствуйте отклик в теле возможно у вас не придут какие-то конкретные мысли возможно придут какие-то конкретные картинки и образы может быть просто вот что-то именно почувствуете просто дайте этому быть можете задать себе вопрос для чего мне это нужно и возможно у вас уже сейчас придет ответ потому что все что происходит нашей жизни это действительно нужно для нашей души для уроков нашей души и возможно вы сейчас поймете что с вами происходит на что следует обратить внимание и снова сделайте глубокий вдох и задайте себе вопрос что я чувствую сейчас можете открывать глаза и мы приступаем к рисованию я начинаю как всегда с белого цвета беру широкую кисточку белый цвет и начинаю рисовать фон в произвольном направлении и я периодически закрываю глаза и задаю себе вопрос что я чувствую сейчас я рисую свою жизнь такой как она есть сейчас как я сейчас ее воспринимаю потому что все что мы чувствуем это как раз описание нашего мозга восприятие того оценка того что с нами происходит в нашей жизни что нам важно если бы это было неважно то мы бы не чувствовали ничего такого особенного в отношении неважного мы чувствуем все то что нам важно я промываю кисточку это потому что белый акрил обязательно надо промыть то кисточка будет деревянной подлежит и будет подлежать выбрасыванию теперь я беру циркуль у кого есть блюдца берите блюдца примерно вот я смотрю где у меня центр и и рисую центр круг прям по мокрому и таким образом я беру под контроль свои чувства х как хорошие так и плохие так и нейтральные я снова задаю вопрос закрываю глаза задаю вопрос что я чувствую сейчас и задаю себе вопрос как я это какую рамку могу взять да то есть как я это могу ограничить обуздать кстати вот поняла что мне сейчас прям здесь большое расстояние здесь нет но сейчас поправлю ничего страшного вот как раз таки особенности того что я с красками рисую красками рисую я вот именно под беру под контроль и это все обрисовываю тем цветом который мне хочется да вот который пришел мне подсознание я красочкой сразу обвожу не обязательно прям очень очень аккуратно конечно хорошо но не столь принципиально потому что я сейчас это как начало работы самой собой до первичная огранка что я чувствую сейчас и сейчас я снова закрываю глаза и задаю себе вопрос что меня тревожит где у меня болит а какая у меня проблема и мне важно почувствовать вот это чувство недовольство чувство тревоги чувство не удовлетворения возможно боль какая-то физическая тоже можно с более физической мы тоже работаем я смотрю на свои краски и задаю задаю себе вопрос каким цветом вот это чувство и где она у меня расположена вот в мандале меня вот тут хочется нарисовать маленькую точечку то что меня тревожит потому что маленькая потому что по сравнению со всей жизнью это но мелочи жизни даже если это большая большая боль по сравнению с моими годами да с моим опытом с моими чувствами которые я испытывал на протяжении всей жизни и вот это вот мое чувство которое негативно я его прям через руки закрываю глаза и снова пропитываю вот эту точку по это моя как бы информационная . якорь мой пропитываю 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 выдыхаю в эту точку свою боль свою тревогу вот можно например то чувство да чувство беспомощности когда которым я рассказывала чувство что какая-то маленькая не знаю букашка который не может ничего сделать поменять ситуацию мою кисточку я понимаю что все это есть моя проекция да вот как бы моя интерпретация про происходящего и это тоже можно решить можно в конце концов сделать так что устроить жизнь так что она проблема не будет меня касаться не знаю каким образом но не будет и поэтому я окружаю тем цветом той заботы той любовью теми событиями которые сделают мою боль безопасно мою тревогу моя проблема безопасно для меня я начинаю окружать какими-то узорами какими-то цветами какими-то пятнами беру вот именно ограничивая да это есть и это все тоже моя жизнь это какой-то мой ресурс я могу какой-то конкретный цветочек нарисовать да если у меня идет но у меня ведь сейчас не идет я не знаю что это я просто иду за рукой и беру тот цвет который мне хочется и наполняя свою жизнь событиями которые помогут мне нейтрализовать не только свои чувства да но и в общем-то решить эту проблему потому что меня на самом деле волнует проблема раз волнует значит у меня какие-то отрицательные чувства я хочу с ними справиться это не значит что я должна заглушить не значит что я должна их подавить себе нет они есть я их признаю но вокруг гораздо больше хорошего которые много ты которого действительно больше и после этого все что вот здесь это кажется какой-то мелочью и я выдыхаю вдыхая выдыхая закрывая глаза можно прям даже есть такая фраза волшебная думаю вы ее слышали и это пройдет я наслаждаюсь процессом я прорисовываю каждый каждый мазок я чувствую что это хорошо для меня то что сейчас есть да вот это прям хороший я свою хорошие события в моей жизни вот я не знаю что это за событие я рисую какие-то вещи связанные с этой проблемы до которые помогут решить вообще на глобальном уровне вот эту ситуацию потому что все что происходит в моей жизни это касается других людей и я решаю вот именно экологично через рисунок какие цвета какие формы какие фигуры это не столь важно я поняла что я синий цвет не не взялась и в сегодня ну ладно не открыла я не знаю о чем это но мне я хочу чтобы не было хорошо и я рисую вот это хорошо и постоянно закрываю глаза и спрашиваю себя что я чувствую себя как я чувствую да что я чувствую сейчас как я чувствую себя что я хочу чувствовать я могу даже не описывать словами что я хочу чувствовать я это просто выражаю в красках мне вот хочется гармонизировать ситуации поэтому я такие плавные линии сегодня рисую что я чувствую что я хочу чувствовать что мне важно мандала чувств это не обязательно должна быть такая симметричная штука хотя симметричная тоже может быть но симметрично это скорее но это мое видение скорее для структуризации да когда мы хотим вот прям конкретной структурированности внутренней внутренней прям совсем нам нужно успокоиться успокоиться тогда да тогда можно какую-то вот симметрию вести но меня сейчас идет работа с чувствами со своим внутренним миром я заполняю его чем мне хочется а мне хочется заполнять свой мир хорошим хорошим настроением хорошими событиями интересными встречами все это ведь есть в моей жизни просто не проявлено или я не даю акцента тоже очень интересный момент что сейчас вот вроде как ну хорошо стали снимать режим самоизоляции но люди еще боятся встречаться ну хорошо вы боитесь встречаться вживую так встречайтесь в онлайн и тут оказывается что люди говорят а нам некогда встречаться вот даже в онлайне нет времени но и здесь вопрос выбора стоит что мы хотим да чем мы будем наполнять свою жизнь мы хотим наполнять жизнь хорошими людьми и встречами добрыми приятными или же какими-то суетливыми ежедневными делами которые постоянны которые вот ну мне кажется вечно и бесконечны и поэтому задаем вопрос что я хочу чем я хочу наполнить свою жизнь и наполняете что я чувствую сейчас что для меня важно что для меня важно чувствовать проживать может не быть на вот таких конкретных ответов но ответы придут позже тем более сейчас вечер до ночью вы вспомните свой рисунок и вам придут вот я больше чем уверенно придут какие-то решения и вы смотрите очень интересный момент что здесь у меня сейчас рука потянулась к фиолетовым цвет вот здесь у меня фиолетовый и здесь фиолетовый на уровне цветовых вот цветотерапии до решение опять же энергетическая тема нам важно добавить этот цвет еще не потому что я ввожу что-то плохое тем самым я еще добавляю нет а скорее на на порос что в этом цвете есть ресурс как и тут у меня тоже есть ресурс она ресурсе мы сейчас поговорим еще здесь очень глубокие знания такие с одной стороны а с другой стороны ну просто технологии до понимания как что работает это вот сочетание цветотерапии энерготерапии арт терапии психологии он как раз вот эти все знания я буду давать на курсе напиши энергетическую картину чтобы человек мог работать собой прорабатывать свои какие-то ситуации а вот здесь есть и оставляю белый цвет потому что мне хочется чтобы у меня были сюрпризы или опять же но мы же не все знаю что в нашей жизни да и все яркие какие-то интересные вещи а может это просто светлые пятна да вот тоже как вариант пусть это будет так что я чувствую что я хочу чувствовать вот можно прям добавить да вот это украшение какой-то какой-то красоты в жизнь потому что чтобы когда есть красота это состояние внутренней гармонии нам хорошо это вот ну положительное чувство вибрация называть как хотите что я чувствую сейчас что я хочу чувствовать это мандала моих чувств мне хочется насыщенность такую сделать можно когда мы дорисуем потом подсохнет еще что-то добавить потому что мы переписываем свою жизнь мы прописываем какие-то события нам приходит да вот ощущение на уровне ощущения приходится нужно добавить вот это нужно добавить то мы можем не опознал не осознавать что именно мы добавили но чтобы нам стало хорошо вот этот один из важных моментов арт-терапии когда мы создаем энергетическую картину чтобы нам нравился результат потому что под красивую картинку которая нам нравится идет энергия и эта энергия на на уровне нейронов головного мозга на уровне наших действий запускает ну как перепрограммирует нас на те события которые помогут выйти из ситуации ну то есть создать именно вот такую яркую красивую жизнь сейчас я очень я стараюсь аккуратнее свою рамочку сделать а а теперь очень интересный такой важный этап мы закрываем снова глаза и задаем себе вопрос что будет меня наполнять что будет давать мне энергии что будет радовать меня и я опять беру то что мне нравится цвет и вот здесь вот это вот внешнее поле до окружения начиная создавать что-то тут это потрясающая медитативная работа мы в рамках эфир ее не успеем сделать и я просто вот даю технику до технологий и здесь можно совершенно все что угодно рисовать можно цветом можно какие-то фигуры рисовать можно все все можно абсолютно все что будет меня наполнять что будет меня радовать возможно вас какие-то образы конкретные придут вы тоже прям берете прорисовываете обращая ваше внимание что не обязательно уметь вот прям эти образ каковых вам хотелось бы нарисовать сделайте символьную живопись да то есть нарисуйте условно как даже можно в духе примитивизма или в духе детской живописи просто вы знаете что вы сюда заложили что будет меня наполнять что от чего я буду хорошо себя чувствовать то есть внешняя поддержка внешний мир внешние события которые будут радовать меня вот у меня например мы должны были уже третий день быть в отпуске далеко в теплых странах за окном дождь московской серость и сырость но что мне расстраиваться что ли теперь нет я ищу варианта когда я я создаю события которые будут меня радовать которые будут давать мне энергию будут питать меня потому что сидеть и расстраиваться смысла нет совершенно вот только время пройдет и ничего не произойдет еще раз а кстати вспомнила да кто хочет прийти на курс энергетической живопись кто хочет прийти на курс по приятной цене есть такой код такое слово называется июнь введите при оформлении заказа и будет вам скидка поэтому вам будет ну такой вот мой сегодняшний подарочек что будет меня наполнять что будет меня радовать кстати вот я сейчас обратила внимание есть тоже интересная трактовка рисунка все что мы будем рисовать на курсе энергетические картины я буду вам тоже показывать рассказывать как трактовать и вот ну потому что на самом деле нужно уметь читать картины это это дает больше больше возможностей больше ресурсов и скрывает именно вот на уровне подсознание вытаскивает то что мы не осознаем когда мы умеем читать картины ага мы обращаем внимание что у нас вот это еще тревожило вот это вот это вот это я я сейчас покажу вам как как я вот сейчас до рисую светлое желтое теплое да цвет я не хочу сейчас цвета риса как будто трактовать я просто форму смотрите я рисую лучи о чем эти лучи о том что энергия расходится от меня о том что я сама себя по сути будут радовать но это как раз к тому что я сейчас вам сказала да что не получилось от был с отпуском я еще какие-то варианты создаю вот видеть я сама себе создаю по сути окружающую действительность который меня будет радовать и причем осознание вот это пришло но вот сейчас прямо в эфире потому что и меня не было никакой задумки что я буду рисовать как я буду рисовать я просто иду за чувствами я просто иду за кисточкой за цветом и потом приходит понимание для чего почему и как а раз вот очень интересно как бы момент что я рисую что что меня будет радовать да значит получается что я сама себя буду радовать его с помощью вот этих вот лучей да сама себе сама себе буду сиять окей То есть у меня уже конкретно есть решение, по сути, что я могу сделать, чтобы сама себе посиять, сама себе себя порадовать. Вот конкретная форма, инструкция к действию. Здесь надо будет подсохнуть, ещё раз рамочка обвести. И также вы сможете трактовать свои картины, то есть работать через подсознание, выступать сами себе проводником, черпать подсказки из пространства. И потом через рисунок, через цвет всё это расшифровывать. Вот это важный момент. Расшифровывать. О чём это? Почему это? А для чего мне это надо? Как говорится, нет чудес на свете, есть та или иная степень знания. И когда вы будете знать, о чём вот этот цвет, о чём вот эта фигура, «Почему я здесь нарисовала именно это и именно так?» И как это относится к моей жизни? У вас просто к вопросу о том, что я вижу возможности, я ими пользуюсь. Вы будете понимать, что имеет смысл обратить внимание туда-то, туда-то, на это, на это, на это. И тогда действительно вы будете видеть возможности, потому что вы это через рисунок уже прорисовали, вы настроились на это, настроились на то, чтобы взять эти возможности. Потому что очень часто бывает, что «Ой, предложили какую-то там хорошую идею, какой-то там, не знаю, товар или что-то ещё, хорошую скидку». Вот я вам сейчас предлагаю принять участие в энергетических картинах. Но когда вы ещё научитесь свой рисунок расшифровывать? Вы можете сказать, что «Нет, мне некогда, у меня там нет денег, у меня нет времени, у меня там чего-нибудь нет». Но вы не берёте возможность. Вы просто не берёте возможность. Когда вы будете понимать, что вы сейчас себе нарисовали, для чего вы это нарисовали, потому что это рисунок через подсознание идёт. Вы вытаскиваете из себя, просто на уровне сознания вы не видите решения. Что такое проблема? Это отсутствие решения вопроса. Просто вы не видите по каким-то причинам, ну, неважно по каким. А когда вы будете видеть, почему, что вам надо сделать, и что вам нужно для того, чтобы сделать, ну, остаётся только взять и сделать. Другой вопрос, что для того, чтобы взять и сделать, очень часто нужна действительно энергия действия, но это тоже, опять же, решается с помощью энергетических картин. Мы просто берём и... А что мы делаем, я не скажу. Я скажу на курсе, чтобы пришла энергия. Вот так вот. Какие-то вопросы ей задавайте, потому что я... У нас время подходит к концу. Ну, и вот можно опять ещё задать вопрос, что ещё меня будет радовать, да, что мне хочется, что мне... Чтобы мне было приятно. И я беру и делаю вот такую штуку. Я не знаю, что вот этот веерной кисточкой. Мне хочется вот такие какие-то вещи сделать. Что меня будет наполнять, что меня будет питать. Можно сделать вот так вообще. Вот так. И вот так. У меня здесь телефон как бы не задеть. А смотрите, очень тоже интересно получается. Я вот сейчас это делаю и опять осознала, что зачем я это сделала? Чтобы ярче сиять. То есть по-любому все ресурсы внутри меня находятся. Слушайте, как интересно. Ну, значит, ладно, хорошо. Раз мне надо сиять, да, чтобы саму себя наполнять, то мне нужна энергия. Что мне для этого нужно сделать? Я просто уже беру и мозг свой настраиваю. Что мне нужно, чтобы сиять в самой себе? Чтобы я была вся такая звезда-звезда. Хотя в душе я интроверт. И вот задаю вопрос. И даже если у меня сейчас ответ не приходит, он придёт в течение ближайших 72 часов максимум. Если я прям сделаю энергетическую настройку, то всё будет ещё быстрее в течение получаса-часа придёт ответ. Главное, опять же, в этот момент, что нужно сделать с этим ответом, да, чтобы всё исполнилось. Я вам не скажу. Я скажу вам на тренинге энергетические картины, научись писать. Потому что всё это с одной стороны сакральная информация, с другой стороны это бесплатная информация. Она не работает. Чтобы она работала, нужно, чтобы вы пришли, выделили свою, затратили какую-то свою энергию, свои ресурсы. Деньги, время и так далее. И тогда это будет работать. Это всё уже доказано. Вот видите, я сейчас украшаю свои какие-то вот тревоги, да, помните. Я это делаю абсолютно на уровне подсознания. Зачем я это делаю? А за тем, что даже в своих тревогах есть какая-то особая прелесть, особая красота и ресурс. В любой тени есть свет. То есть для чего даётся тень, да, чтобы мы увидели свет. Тень подчёркивает свет. Не будет тени, да, не будет темноты, мы просто не будем знать, что такое свет. Змейка такая получилась. И можно задать себе вопрос, то, что я чувствую себя сейчас в отношении той тревоги, проблемы, которые вот я здесь закладывала. а мне сейчас всё равно. Мне сейчас абсолютно всё равно. Я знаю, что всё будет хорошо. Вот и получается, что я проработала чувства. Я не только вот перерисовала, да, но и проработала эти чувства. И на самом деле перестала проблема меня, проблема быть для меня актуальной. Да, я говорю, я не понимаю сейчас конкретных решений, в чём будет как бы решение конкретно той проблемы. Но мне абсолютно всё равно. Я знаю, что решение будет, которое меня устроит. можно ещё вот тут что-то нарисовать, да, вот здесь нет пределов, нет ограничений, нет ничего, есть только свои чувства, есть краски. Вот, пожалуйста, тут запомните это и выразите.